Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем изучение книги Неймии и сегодня будем читать пятую главу этой книги. «И сделался большой ропот в народе, и ужён его на братьев своих иудеев. Были такие, которые говорили, нас, сыновей наших и дочерей наших много, и мы желали бы доставать хлеб и кормиться и жить. Были такие, которые говорили, поля свои и виноградники свои, и домы свои мы закладываем, чтобы достать хлеба от голода». То есть были те, которые паниковали, и те, которые готовы были заложить собственное имущество, чтобы обеспечить продолжение работы. Вот когда было смутное время, нечто подобное проявили русские православные люди в Нижнем Новгороде, когда они сказали «Детей своих продадим, заложим их в рабство, но пойдём войною освобождать святой Кремль в Москве». Были такие, которые говорили, «Мы занимаем серебро, наподать царю под залог полей наших и виноградников наших». Они же должны были налоги платить. «У нас такие же тела, какие тела у братьев наших, и сыновья наши такие же, как и сыновья, то есть их. А вот мы должны отдавать сыновей наших и дочерей наших в рабы, и некоторые из дочерей наших уже находятся в порабощении. Нет никаких средств для выкупа в руках наших и поля наши, и виноградники наши у других». По закону Моисееву нельзя было отдать своего ребёнка в рабство язычникам. Можно было отдать в рабство еврею, и он находился на положении ребёнка у этого хозяина. То должен был с ним обращаться, как обращается с собственными детьми. Это было как бы временное рабство, то, что сейчас, возможно, кто-то назвал бы арендой. «Когда я услышал ропот их и такие слова, я очень рассердился. Сердце моё возмутилось, я строго выговорил знатнейшим и начальствующим, и сказал им, вы берёте лихву с братьев своих». То есть всегда в мятеже чаще участвуют не бедные, а богатые, потому что в мутной воде они хотят ещё богаче стать, поймать свой интерес. «И созвал я против них большое собрание». Наимий понимает, что он в одиночку не решит эти проблемы. «И сказал им, то есть всем, мы выкупали братьев своих иудеев, проданных народом, то есть другим народом. Сколько было сил у нас?» То есть у нас немного было сил, но мы выкупали. «А вы продаёте братьев своих, и они продаются нам, то есть вы торгуете своими братьями». Они молчали и не находили ответа. Действительно им становилось стыдно. Одно дело про обощение, когда напала чужая страна, чужой народ и увёл всех в рабство, а другое дело, когда по нищете кто-то ребёнка отдавал в работники, на какое-то время. «И сказал я, нехорошо вы делаете, не в страхе ли Бога нашего должны ходить вы, дабы избегнуть поношения от народов, врагов наших. И я также, братья мои и служащие при мне, давали им взаём и серебро, и хлеб, оставив им долг сей». Наимея говорит, лучше не требовать возвращения долга в виде раба или рабыни, а лучше простить. И Наимея свой пример приводит. «Возвратите им ныне же поля их, виноградные, масленичные сады их, и домы их, и рост серебра, и хлеба, и вина, и масла, за которые вы судили их». То есть они-то требовали, просили самые насущные, самые необходимые, хлеб и масло. «И сказали они, то есть они устыдились, особенно в виде такой огромной толпы, которую собрал Наимея, и сказали они, возвратим, и не будем с них требовать, сделаем так, как ты говоришь». И позвал я священников и велел им дать клятву, точнее взять клятву, что они так сделают. «И вытряхнул я одежду мою и сказал», он совершает такое пороческое, символическое действие, «так пусть вытряхнет Бог всякого человека, который не сдержит слова сего, из дома его и из имения его, и так да будет у него вытрясено и пусто». То есть тот, кто не способен прощать, долги сам обнищает. «И сказало все общество «Аминь», то есть истинно так, и прославили Бога, и народ выполнил слово свое». То есть рабы были возвращены, но я опять же объясняю, раб еврей у еврея – это батрак, который отдавался на определенное время. И с ним надо было вести себя соответствующим образом, потому что один верующий не может угнетать другого верующего. Далее. «Еще с того дня, как определен я был областеначальником их земли иудейской, от 20-го года до 32-го года царя Артаксеркса, в продолжении 12 лет, я и братья мои не ели хлеба области начальнического». Что значит «не ели хлеба»? То есть мы не собирали взятки. А прежние области начальники, которые были до меня, отягощали народ и брали с них хлеб и вино, кроме сорока сиклей серебра, то есть кроме положенного. «Даже и слуги их господствовали над народом. Я же не делал так по страху Божию. При этом работы на стене сей я поддерживал. И полей мы не закупали, то есть они не пользовались ничтой людей. И все слуги мои собирались туда на работу, а не клянчили деньги. Иудеев и начальствующих по 150 человек бывало за столом у меня». То есть такую группу людей он собирал и кормил только за своим столом. Мы можем предположить, что другие тоже собирали людей. «Кроме приходивших к нам из окрестных народов». То есть, а если кто приходил издалека, мы их тоже кормили. И вот что было приготовляемо на один день. «Один бык, шесть отборных овец и птиц приготовлялись у меня, и в десятый день издерживалось множество всякого вина. И при всем том, хлеба областеначальнического я не требовал, так как тяжелая служба лежала на народе всем». И в конце этой главы молитвенное восклицание. «Помяни, Боже мой, во благо мне все, что я сделал для народа всего». И мы должны верить в то, что все, что мы делаем для народа Божия, все, что мы делаем для церкви, Господь будет помнить об этом и помянет нас в трудные моменты нашей собственной жизни. Ибо, как сказано в книге «Притч», пущенный по водам хлеб всегда возвращается к человеку. Спасибо, Христос! Продолжение следует...